Итак, друзья, сегодня долго не будем никаких предысторий, да, вы все уже знаете о условиях, да, какие есть возможности участия дальнейшей в этом тренинге, да, получения курса, получения видеоуроков по вау-эффектам. Так, значит, смотрите, сегодня мы поработаем над страницей услуги, но это все очень на самом деле условно. Я просто беру те страницы, которые мы уже создали, чтобы лишние не создавать, потому что, ну, как бы, когда мы создаем с нуля, нужно кучу сделать еще дополнительных каких-то вещей, которые мы уже проходили, да, например, как создать заголовок или как сделать фон секции. Это мы уже все прошли, зачем нам еще раз это проходить? Поэтому мы берем готовую уже страницу и ее, так сказать, дорабатываем, да, с помощью провиджетов. Сегодня будет у нас такая в доработке страница услуги. Напомню, как она у нас выглядит в моем исполнении, да, то есть это у нас три колонки с виджетом иконка текст. Здесь мы рассказываем о том, что, собственно, да, какие услуги. Наши преимущества – это виджет картинка текст, наши курсы тоже картинка текст плюс кнопки, еще мы проходили рейтинг, как поставить. Дальше будет следующее дополнение. Мы здесь посмотрим, как делается таблица цен. Мы посмотрим, как делаются отзывы в виде слайдов. Точнее, их можно сделать в виде слайдов, а можно сделать вот в исполнении, например, таком один всего лишь отзыв, да, и вот на такой подложке будет фиксированный, напомню, как так делается, фон, да, фиксированный. Вот, расскажу еще, чем отличается простой отзыв, который у нас в бесплатной версии, от отзывов слайдов и revisions, да, это вот тоже отзывы, но они называются по-русски рецензии. Вот чем они отличаются, да, посмотрим. Потом следующий уровень мы добавим усилим, да, это блок призыв к действию, тоже посмотрим, как он делается. На самом деле, если вы посмотрите, то в этом блоке нет ничего такого, что прямо, ну, чего вы не можете сделать с помощью других виджетов. Например, вот это виджет-картинка, да, это виджет-заголовок, это виджет-текст, всего здесь две колонки. Вот эту бесплатную плашку можно сделать с помощью, ну, манипуляции с позиционированием, да, немножко сложно, но, тем не менее, все равно тоже можно. Но можно воспользоваться готовым виджетом, который вот вам создаст сразу такую секцию, да, колонку, где будет картинка, текст, описание, кнопка и ленточка с правой стороны, либо с левой, там, где вы ее установите. Идем дальше. Здесь дальше у нас остается, как есть, мы ничего здесь не меняем, но меняем отзывы. Мы посмотрим, как делаются отзывы в виде слайдов, вот в таком виде, то есть у нас будет пример один отзыв, вот такой, да, и будет пример отзывов в виде слайдов. И рецензии тоже я покажу, чем они отличаются, да, от слайдов тоже посмотрим, как они оформляются. И последнее, что мы посмотрим, это, конечно же, счетчик обратного отсчета, да, то есть времени. Можно сделать его вечно зеленым, а можно сделать на конкретную какую-то дату, он будет отсчитывать. Также мы посмотрим еще кнопку PayPal, там ничего сложного нет, я просто вот вместо вот этих кнопок покажу, как поставить PayPal и дать туда направление, чтобы, ну, человек прошел и оплатил. Мы сам PayPal разбирать не будем, да, как там зарегистрироваться, как там все правильные настройки сделать, это вы уже сами будете делать, да. Я покажу только, как настроить кнопку. Ну все, поехали, да, значит, смотрим. Продолжение следует...